Всем привет! С вами BadPolygon, и это серия уроков из курса Mixer Fundamentals. Автор урока – Джордж Пауэрс. На русский язык переведено и озвучено BadPolygon. А ссылку на англоязычный плейлист от автора я оставлю в описании этого видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых уроках. Ссылки на мой канал – Telegram и страницу Facebook я также оставлю в описании этого видео. Присоединяйтесь! Привет! Это Джордж Пауэрс с Quixel. И в сегодняшнем видео мы расскажем о функциональности мощного компонента Curvature Mask Stack и о том, как его можно использовать для добавления износа и детализации вашей текстуры. Итак, начнем. Короче говоря, компонент Curvature действует так же, как и карта кривизны. Но это работает в режиме реального времени, чтобы можно было учить все слои вашего микса. Итак, давайте продолжим и активируем обычный сплошной слой и добавим Mask Stack. Мы можем найти опцию Curvature под кнопкой компонента в верхней части Mask Stack. Теперь, если мы перейдем в режим Mask, нажав 9 на клавиатуре, мы увидим, что наша маска выглядит очень похоже на то, как может выглядеть карта кривизны на этой модели. И здесь, справа, у нас есть несколько настроек, которые позволяют нам настроить внешний вид Curvature. Давайте начнем с рассмотрения этого раскрывающегося списка, который в настоящее время имеет значение Default Curvature. Параметр Default Curvature по существу даст вам стандартную кривизну на основе меша и данных нормалей. Более яркие пиксели – это больше пиков и ревер, а более темные – больше щелей и деталей полости. А эти среднесерые тона заполняли бы всю оставшуюся область. По сути, они должны выглядеть очень похоже на результат, который вы получили бы при запекании карты кривизны из меша с High Poly. Следующая опция – Edges Only. И это приведет к тому, что маска покажет только ребра и узлы меша на карте нормалей. Использование настроек – отличный способ быстро изолировать ребра вашей текстуры. Далее – Cavities Only. И как вы, наверное, догадались, это создаст маску на основе полости карты нормалей меша. А вот Edges and Cavities применят обе эти настройки и сложат их вместе, чтобы ваша маска использовала как выпуклые, так и вогнутые детали. Хорошо. Ниже этого у нас есть еще один выпадающий список. И этот раскрывающийся список определяет, какие данные используются для создания карты кривизны. Настройки Underline Mix, Base Normals, Current Layer, Mesh Only и Base Curvature Map. Первым значением по умолчанию является Underline Mix. Этот параметр будет основывать информацию о кривизне на всех слоях ниже этого. Итак, если я активирую этот сплошной слой хлопьев, вы сразу увидите, что хлопья попадают в компонент. И так как я обычно хочу, чтобы на мою маску влияли все слои ниже, я почти всегда оставляю настройки по умолчанию. Следующая настройка – Base Normals. Когда я выберу ее, вы увидите, что детали из слоя с хлопьями удалятся из маски. И все потому, что этот параметр использует информацию о меше, нормале и кривизне из настроек базового слоя. Это может быть очень полезно, когда вы добавили много мелких текстурных деталей в ваш микс, которые вам не обязательно показывать. Но вы хотите, чтобы отображались более широкие детали исходной карты нормали меша. Мы скоро вернемся к Current Layer, но сначала перейдем к Mesh Only. Mesh Only будет использовать геометрию вашего меша исключительно для получения информации о кривизне. Он игнорирует данные карты нормали, высоты, карты и кривизны и полагается только на сам меш. Это выглядит немного странно, но для этого есть несколько применений, особенно для получения крутой и стильной заливки ваших текстур. Так что не стесняйтесь поиграть с этим и посмотреть на результат. Теперь, если я вернусь к Current Layer, вы заметите, что результаты выглядят одинаково только для меня. И это потому, что на этом слое нет данных нормалей или данных высот, так как это просто слой сплошного цвета. Таким образом, это будет просто на меше. Однако, если я включу этот слой здесь, который использует поверхность Megascan, и пойду в Mask Stack, я могу выбрать настройку Current Layer в компоненте Curvature, то вы сразу увидите, как маска использует данные нормалей и высот с поверхности Megascan для создания маски кривизны. Так что это действительно отличный способ использовать этот параметр. И, наконец, Base Curvature Map, который будет использовать саму карту кривизны, которая используется в основном материале. Ниже раскрывающегося списка есть две панели слайдеров. Ползунок TIGNESS контролирует количество выбранных ребер, и когда я увеличу это значение, контраст уменьшится, и детализация соответственно тоже. Обратное действие даст обратный эффект. Другой слайдер – Levels, и он работает как регулировка уровня, как и в любой другой программе. Потяните левый слайдер, чтобы выделить более темные пиксели, и правый слайдер, чтобы выделить более яркие пиксели. Вы также можете притянуть оба слайдера близко друг к другу для сильной контрастной маски. Далее у нас есть несколько флажков внизу. Anti-Aliasing поможет минимизировать артефакты и искажения, которые мы можем получить при работе с исходным изображением, которое больше нашего разрешения холста. Например, исходные текстуры этого ресурса составляют 8К, но мои рабочие разрешения только 2К. И в этом случае артефакты практически незаметны. Но этот вариант для вас, если вы видите некоторые артефакты, такие как неровные линии. Рядом с этим у нас есть Soft Mesh. И эта опция попытается уменьшить некоторые из более жестких триангулированных краев меша, чтобы придать маске более мягкий вид. И, наконец, Invert. Invert – это опция для всех компонентов маски, которая просто позволит вам инвертировать результат. Теперь, когда мы знаем, как работает Curvature, давайте используем его на нескольких быстрых примерах. Здесь у нас есть старая монета, и она в хорошем состоянии для своего возраста. Итак, давайте активируем слой Solid вверху, чтобы придать ей некоторое окисление. Это можно сделать очень быстро, используя компонент Curvature. Сначала мы снова перейдем в режим маска, нажав 9 на клавиатуре, а затем мы установим верхний выпадающий список над Edge and Cavities, который будет использовать как края, так и полости маски. А затем просто, регулируя уровни, в основном перетаскивая правый слайдер влево, мы можем добавить монете такой прохладный, зеленоватый, окисленный вид. Одним из наиболее распространенных применений компонента Curvature является придание некоторого износа краям ассета. Итак, давайте сделаем эту металлическую коробку немножко темной по краям, чтобы казалось, что краска и отделка с годами поизносилась. Этот процесс практически такой же, как тот, который я только что показывал вам, за исключением того, что вместо Edge and Cavities мы будем использовать Edge Only. Мы настроим уровни в соответствии с желаемым диапазоном, который соответствует виду, к которому мы стремимся. Мы быстро добавили какие-то кромки на края этой коробки. Этот процесс также является очень распространенным способом выставить некоторый сырой металл на краях бутафории, таких как оружие и броня. Благодаря новой функции 3D-текстурирования в микшер, многие из наших туториалов были сосредоточены на этом в последнее время. Тем не менее, по большей части, все, что мы рассмотрим в этих уроках, будет работать и с бесшовными текстурами. Итак, давайте на минутку добавим немного цвета этой горной породе. Мы активируем сплошной синий слой здесь. Добавьте Mask Stack и добавьте компонент Curvature. Мы оставим все по умолчанию, за исключением того, что я немного подключу слайдеры Levels. Выполнение этого дало нам немного голубоватого оттенка на поверхности скалы, что добавляет хороший цветовой распад. Далее мы добавим несколько бликов по краям. Мы активируем этот слой выше, а затем, как и прежде, применяем маску Curvature. Теперь, чтобы начать, мы можем просто использовать функцию Edge Only. Тем не менее, мы добьемся нужного нам вида, просто отрегулировав уровни, сдвинув ползунки вместе, вот так. Итак, теперь у нас есть несколько светлых бликов на краях, некоторых из этих зубчатых порезов в скале. Напоследок, мы добавим немножко грязи в щели. После активации сплошного слоя и добавления компонента Curvature в Mask Stack, мы изменим верхний выпадающий список на Cavities Only, а затем, все, что нам нужно сделать, это перетащить правый слайдер до лучшего результата, чтобы показать немного грязи и трещин. Вот и все, пожалуй. Итак, я надеюсь, что вы смогли лучше понять, как работает компонент Curvature Mask и как он может помочь вам поднять ваши текстуры на новый уровень. В следующем видео из этой серии уроков мы узнаем о других компонентах Mask Stack. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.